Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Рестарт. Мы поколение, которое живет даже не на рубеже веков, а на рубеже тысячелетий. Технический прогресс привел к тому, что мир сильно изменился. В том числе появилась новая медиа, видеоигры, ставшая нашим с вами общим увлечением. Печально, но для наших родителей это зачастую что-то инородное и сложное. Этим фактом активно пользуются разные политики и журналисты, обвиняя видеоигры во всех смертных грехах. Как, например, Мизулина говорила о происшествии с псковскими подростками. Или тот случай, когда парень выбросился из окна, а Лайф написал, что он якобы исполнял прыжок веры из Ассасин's Creed. Мы предметно говорили об этих случаях в предыдущих роликах, можете найти их на канале. Очень жирно напомним, что нет ни одного научного исследования, ни одного, которое бы доказало вред интеллектуальному развитию человека, наносимый играми. Но не то, чтобы авторы подобных исследований не пытались. Большинство психологических работ на эту тему фокусировали свое внимание именно на потенциальном вреде, который может быть связан с игровой зависимостью, насилием в играх и прочим. Самое смешное, что результат некоторых из этих исследований, напротив, говорит скорее о позитивном эффекте. Сегодня видеоигры уже так крепко укоренились в современной культуре, что их просто необходимо изучать. И не для того, чтобы доказать, какие они вредные и опасные, а скорее для того, чтобы понимать, как вообще они влияют на нас. И вот недавно была опубликована научно-исследовательская работа, которую провел Санкт-Петербургский государственный университет совместно с экспертным советом игровой индустрии, куда входят русские геймдизайнеры и представители игровых СМИ. Работа по сути объединяет опыт мировых исследований в этой области и дает геймерам вполне четкие выводы на их основе. И мы решили поделиться с вами основными утверждениями и понятиями, которые были в ней описаны. Начнем, пожалуй, с влияния шутеров. Ряд исследований выявил у людей, играющих в шутеры, улучшение когнитивных процессов. Что это такое? Ну, если просто, то это процессы, которые влияют на способность к обучению и быстрому приобретению новых навыков. Люди, играющие в шутеры, лучше распределяют свое внимание, фокусируют свои мысли, сосредотачиваются и быстро обрабатывают визуальную информацию. Разбираем на примерах. Вы наверняка слышали фразу типа «Игры на интуитивном уровне учат нас реагировать на какие-то ситуации». И вот вопрос. На кой черт нам умение быстро наводить прицел на цель или типа того? Ведь это не имеет смысла, если ты не морпех какой-нибудь. Да и использование реального оружия сильно отличается от применения мыши или геймпада. Так что это вообще не имеет смысла. Так вот, исследования показали, что все несколько глубже нашего обыденного понимания. А именно, навыки, приобретенные в игре, переносятся из контекста компьютерных игр в другие контексты. Это значит, что если вы научились быстро ориентироваться в 3D пространстве внутри игры, чтобы мгновенно реагировать на врагов и подстраиваться под обстановку, то и в жизни вы тоже будете это уметь. Будьте осторожны, ведь эти исследования могут ошибочно интерпретировать, сказав какую-нибудь лютую хрень вроде «Если ты научился убивать внутри игры, ты в жизни тоже». Нет, это не так работает, просто вы будете более внимательны к окружающему миру и вы быстрее увидите машину, стремительно приближающуюся из-за поворота и, соответственно, быстрее среагируете, чем человек, который предпочитает держаться от видеоигр подальше. Это может уберечь вас от травмы или даже спасти жизнь. Влияние стратегий Ни для одного геймера этот факт не будет каким-то откровением. Стратегические игры значительно улучшают логическое мышление. Для этого, собственно, и не нужно было проводить никаких исследований, ведь человечество уже столетиями знает, что шахматы и другие шахматоподобные игры дают такой эффект. Игрокам, предпочитающим стратегии, лучше даются точные науки, они приобретают своего рода системное мышление. И, как вишенка на торте, исследование доказало, что увлечение стратегиями положительно сказывается на общей успеваемости в учёбе. Правда, есть одна большая проблема. Сейчас стратегии вышли из моды. Дай бог увидеть два крупных релиза в год. Когда-то это был огромный жанр, в котором каждый его поджанр был невероятно популярен. Игрок выбирал, что ему больше по душе, стратегии в реальном времени или пошаговые тактики. А сейчас любители жанра играют просто во всё, что выходит. К сожалению, ну или к счастью, этот жанр перенял некоторый RPG-элемент и отчасти эволюционировал в более простой — моба. Где вместо управления целым войском ты сосредотачиваешься всего на одном герое. Стратегия и интуитивная математика никуда не делись, но были значительно упрощены. И, как следствие, пользы от таких игр тоже стало значительно меньше. Радостно только одно. Жанр пошаговых тактик и глобальных стратегий продолжает свисти, и с каждым годом мы видим огромное количество прекрасных его представителей. Жаль, вот только РТС немного вымерли. Я думаю, мы никого не удивим, если скажем, что всё хорошо в меру. Мы это часто повторяем. Не нужно проводить за играми всё своё свободное время. От этого неизбежно возникнут проблемы в личной жизни, работе, учёбе и даже со здоровьем. Но как понять свою норму? Ведь для кого-то норма — это один час в день, для кого-то пять, а для кого-то все десять. И существует исследование, которое предоставило нам точное время, которое можно проводить за играми без вреда для нашей социальной жизни. И это время — три часа в день. Опять же, человек сам решает, сколько времени ему тратить на своё увлечение. Это не значит, что вы обязательно должны играть каждый день по три часа, или, напротив, не обязательно бросать геймпад на самом интересном месте, если три часа подошли к концу. В конце концов, вы не в компьютерном клубе сидите. Но теперь вы хотя бы знаете, сколько часов игры ежедневно не навредят вашей социальной жизни и здоровью. Также вполне очевидное утверждение, которое получило подтверждение. Игровые предпочтения связаны со стилем обучения. В этом пункте будет исследование, которое не доказало какое-либо влияние от видеоигр, но обнаружило некоторые закономерности в том, что люди с разным стилем усвоения знаний выбирают разные игры. Люди с активным стилем предпочитают экшены игры, с последовательным головоломки, с глобальным стилем познания, стратегии и экономические игры. А если человек выбирает лёгкий уровень сложности, то у него, скорее всего, рациональный стиль. Любишь симуляторы гонки в файтинге? Тогда ты познаёшь мир интуитивно. В действительности в усвоении информации мы так или иначе используем все стили. Но какой-то стиль даётся нам лучше, и мы хорошо обучаемся именно благодаря ему. Чем это может помочь? Зная свои предпочтения, мы можем выбирать для себя способы обучения и саморазвития, которые помогут нам быстрее добиться своих целей. Родители, зная, во что рубится их ребёнок, смогут понятнее ему что-то объяснить и так далее. Фактически, ваши игровые предпочтения могут много сказать о вас с точки зрения психологии. Следующий пункт исследования – понимание пошагового развития. Люди не машины, и многое зависит от нашего настроения. Когда у нас что-то долго не получается, мы расстраиваемся и, скорее всего, забиваем на это дело. Через какое-то время мы, конечно, можем вернуться к этому и попробовать снова. Но проблемы, которые мы готовы решать, чаще всего диктуются уровнем нашей упертости, мотивации и самоуверенности. С другой стороны, когда у нас что-то получается, то мы чувствуем приятную удовлетворённость и мотивацию к дальнейшим действиям. Как же на это влияют игры? Гейм-дизайнеры создают для игроков зону ближайшего развития. Оптимальный баланс между сложностью задач и чувствами успешности и завершённости. И так происходят задачи за задачей и уровень за уровнем. Гейм-дизайнеры – это своего рода учителя, которые интерактивно учат тебя игре, если, конечно, игра хорошая. И ты постепенно обучаешься зачастую сложнейшим процессам. Всё это своего рода тренировка и симуляция решения задач и проблем, которая улучшает твою психологическую устойчивость к уже настоящим задачам и настоящим проблемам. Ну и последний, самый важный, наверное, пункт – потребности человека. Психологическое благополучие зависит от трёх потребностей, и, как выяснилось, все эти потребности могут удовлетворить видеоигры. Потребность в компетенции. Ошибки в игровой реальности не фатальны, и человек может осваивать игровой мир без каких-либо непреодолимых сложностей. Потребность в автономии. Каждый человек хочет сам решать, что ему делать, и в мире игры у него есть такая возможность. И последняя потребность – это коллективность. В многопользовательских играх люди собираются в кланы и создают сообщество внутри игры, таким образом общаясь с другими игроками. То есть в многопользовательских играх ситуация неоднозначна. С одной стороны, человек может сделать себя отчасти счастливым в какой-нибудь MMORPG, преодолев депрессию или сложный период жизни. С другой стороны, он может сильно прилипнуть к социуму виртуальному, что будет мешать ему уже в реальном мире. Надеемся, что из этого видео вы подчеркнули для себя что-то полезное. В любом случае, работа, проведенная с ПБГУ, в которой скомпилированы разные исследования, очень богато на реальные факты и аргументы, на которые можно ссылаться, когда какой-нибудь политик в очередной раз предложит какой-то законопроект, связанный с невероятно опасными видеоиграми. Тут есть и о том, что вред жестоких игр очень сильно преувеличен, и что у игроков улучшается мозговая активность, и это легко измеряется на функциональной магниторезонансной томографии. Передаем, кстати, привет директору клиники пограничных состояний. Ребенок, который играет в компьютерные игры, или смотрит этих ниндзя-черепашек, или покемонов, через год у него наступает ограничение интеллектуальной активности на 20%. Дальше больше. Большое спасибо экспертному совету игровой индустрии и СПБГУ за эту работу. А то уже уши вянут слушать пустой трепа этих ненавистников игровой индустрии. Ну и да, ребят, мы тут для вас разобрали несколько аспектов сложной научной работы, между прочим. Постарались пересказать всё понятным языком с примерами, поэтому, если вам понравилось, то поставь лайк и подпишись на канал. Обязательно распространяй видео, покажи, не знаю, их своим родителям, например. Может быть, они разрешат тебе играть три часа в день, или что-то в этом роде. И, конечно же, не забывай рассказывать друзьям о том, что на просторах Ютуба есть такой крутой канал об играх, и называется он Рестарт. А мы взамен и дальше будем пилить годноту специально для тебя. Всем спасибо и удачи!